Девушки отдыхают Альянское стекло Это не то, что вы подумали Лена, моя гостья Мы подруги Да шо ж это за любовь за такая, а? Шо мы сейчас с тобой решаем Ударю я тебя на ударю Это шо за любовь за такая, а? Как интересно Не зли меня, поняла? Не будет никакой свадьбы, поняла? Не будет, я все решила Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Девушки отдыхают Так, есть кто живой? Привет, Ксюша А где Леша? Какой еще Леша? Леша художник, с которым я на крыше познакомилась Я уже вообще, Ксюша, перестаю понимать какую-либо вообще связь событий в природе Скажи мне, ты, Ксюша, собираешься ли ты замуж за Архана? Или нет? Наверное, уже нет Все потому, что ты встретила какого-то Лешу на крыше Совсем не по этому Не по этому? Ну, не только по этому Нет, Леша, он необыкновенный человек Ну, и сколько раз мы уже слышали про твоих необыкновенных человеков? Ну, он правда, он совсем другой Он художник, он открыл мне очень на многое глаза А Архан, я не готова с ним жить дальше, он не подходит мне Слушай, как странно, что ты это поняла и увидела только сейчас Мы тебе уже с самого начала все хором довердим, что он тебе не пара А ты только сейчас это поняла, молодец! Лучше поздно, чем никогда, да? Всему свое время Да, я тоже так думаю, твое время, кстати, уже пришло Пожалуйста, я тебе прошу, выметайся из номера как можно скорее И найди своего Лешеньку Леночка, а можно... Иначе тебе придется оплачивать все это время? Потому что он мне так и не принес картину, о которой он обещал Он принесет И весь ущерб, кстати Пожалуйста, можно? Вот, ну не так быстро Я приведу себя в порядок и хотела тебя попросить, чтобы ты мне дала кофточку Кофточку? Любую, старенькую, которую ты уже давно не носишь А ставят что? Леша? Архан И Архан здесь был? Завесьте это именно сейчас Здравствуйте, Маша Как дела? Здрасте Все хорошо? Как у вас? Я видел твой магазин ветерина Много золота, новое оформление Можно мне рассказать там Как так подняться после ограбления? А вы занимались мы сейчас своим делом, да? И искали преступников? Если будет не вот такое упрямо Грабите твой магазин уже сидит в тюрьме Ну, конечно Наверное, я виновата Нет, не виноват Ничего Я пойму, кто тебя грабит До свидания Да, если ты так будешь по улицам шляться, ты вообще никого не поймаешь Да Да, да, да Да, три номера в следующей неделе Да, да Четыре комнаты Да, да Кто это? Он Прости Минуточку Я только что излюкся Там Ксюша Пожалуйста, проследи, когда она выйдет Чтобы там все прибрали и он был готов, хорошо? Да, Лена Лена, ну, очень важный звонок Поговори, пожалуйста Так, я тебя очень прошу, все рабочие моменты теперь решать самостоятельно Хорошо, я буду часто отходить Так он по-английски говорит Учись Хорошо Помогай мне Помогу Да Да, разумеется Мы Прекрасный У нас есть У нас есть Прекрасный Прекрасный бассейн Прекрасный бассейн Да, да Для такого важного гостя Помочь? Боже мой Идиот, что ли? Кто ты? Иннокентий Я Колян А ты вообще кто такая? Я? Я Маша Наша? Наша, три рубля и наша Боже мой Это ваши провинциальные шуточки О, о, о Ты к нам как? Надолго? Или проездом? Алло Обалдел, что ли, Ставь сел? Пошел отсюда Тихо, тихо, тихо Прощенница, на тень Да, да, да Тихо, тихо Разблю Тихо, тихо Тихо, тихо Тихо, тихо Здорово, Стас Твоя, что ли? Моя Где взял? А там таких больше нет Слышь ты, не перевозбуждайся Тихо, тихо, тихо А ты что, уже помылся? Охрена тут помоешься Ну, какая-то девка засела в ванной Какая девка? Да Стас привел какую-то девку Вообще, я Стаса не очень рад тут видеть Теперь это будет мокрой курица Курица? Да вообще отстой Ну, значит, видимо, по сравнению с ней Я для тебя очень хорошая Ты просто золотый бриллиант Честно? Ты меня точно любишь? Точно Я тебя очень люблю, дорогая моя Ты знаешь Мне ни с кем не было так хорошо Меня точно Ни со мной женщином Не было так хорошо А ты надолго приехал? На неделю море Значит, у нас осталось Четыре дня А ты не мог бы остаться? Не могу Надо помогать папу У папы С собой бизнес Маленький станк Строительный Заводик Значит, ты Очень состоятельный человек Можно И что я сказать Значит, ты живешь в Вилле На берегу какого-нибудь моря, да? Почему какого-нибудь? Сирисенном море Ты была когда-нибудь на Сирисенном море? Похоже Конечно Правда? Правда? Я познакомлю папу Он будет очень рад А вдруг я ему не понравюсь Понравится? Разве ты можешь кому-то не понравиться? Смехнищи Я в Италии Слышишь? Что? Вот Это что? Это свиток тебе Ну, спасибо За что? У меня есть сюрприз Какой? Я буду рисовать тебе Можно? Ты умеешь рисовать? Почему нет? А вот, малышка, умеет Почему я не умею? Что ты делаешь? Отпусти! Отпусти, я сказала! Отпусти! Иди отсюда! Иди отсюда! Иди отсюда пропаду вместе со своей свадьбой! Понял? Дурак! Что уставились? Закрыто! Здравствуйте! Извините! Извините! Девушка, вы тортик делаете? И мы рядышком, вот у меня кондитерская А, так вы клиентов заманиваете Вы знаете, у нас большой выбор Тиевский, пражский, Наполеон, картошка Картошка вообще моя любимая Ну, у вас без инструментов все равно ничего не выйдет А мы вам за полчаса сделаем А это плохого, считаете? Смотрите Ну, не очень Честно Я могу еще сделать вот так За полчасика А для вас и за полчаса, девушка А? Ну, пойдем Ну, рядом Он выглядит действительно не очень Ну Красоту сделаем Красоту Что случилось? На тебя напали? Архан, знаешь, что случилось? Я к тебе обращаюсь Я хочу больше слышать его имя Как ты можешь ходить в таком виде перед свадьбой? Ты позоришь нашу семью Ксюша, ты позоришь нас Тебя что, изнасиловали? Это неудивительно Если ты так ходишь по улицам, дрянь Ты позоришь и себя, и нас Ты шлюха Дрянь Заткнись Не хочу больше видеть никого из вашей семьи Уходи Уходи Хорошо Убирайся Да, устроила нам мать свадьбу Давай об этом не будем, пожалуйста Ну ладно, ничего страшного Следующая свадьба, ну, Ксюшина Ну, может, она удастся Лариса Николаевна, конечно, дала жару Всю посуду перебила Есть ни с чего Ладно, новую купим Нечего Купим Не надо нам сейчас ничего покупать Есть же какая-то посуда Нам нужно подарки купить какие-то Ну, чтобы грязь лицом не удавить Ну, в Турцию Потом ребенок родится Ну, нужно же, чтобы Да, во-первых, надо купить кроватку, коляску Ну, там всякие памперсы Тихо, 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 спокойно У нас беременная Давай Садитесь, ребята Что я делаю в этом общежитии? Скажите мне, пожалуйста Слушай, а кто такой Игнат? Игнат? Как бы тебе сказали? Друг мой Игнат Он тоже русский, представляешь? Ну, не хочешь, не говори Да ладно, ничего особенного У нас с ним, знаешь Мултанические отношения В курсе, что это за слово? Он что, извращенец, что ли? Ну, почему сразу извращенец? Ладно, я, наверное, пойду Спасибо тебе Слушай, а может, ну и у этого Игната, а? Может быть, мы, ну, хорошо проведем день Там вместе Как ты? Слушай Наверное Нет, наверное, я все-таки пойду туда Не пожалеешь? Возможно, пожалею Привет Привет, Горджей Ты как? Спасибо, лучше Как ты себя чувствуешь? Нормально? Много лучше, спасибо, точно Я принесла тебе торт, я не уверена, можно ли тебе сладкое Можно? Да Да Ну-ка Вау Игната Да, да Спасибо, спасибо Слушай, там парнишка тебя какой-то провожал А это кто такой? А, да это вообще случайный человек Как и знаешь, многие в моей жизни Я надеюсь, ты же не будешь к ним ревновать-то Да нет, конечно, просто спасибо Да, просто он, кстати, помог мне торт сделать На кондитер Такие встречи в Стамбуле Понятно Понятно Что стряслось, Расси? Что случилось? Дай мне эту фотографию Какую? Вон ту Какую? Говорю же тут, ты что, совсем отупела? Ну что ты так нервничаешь эту? Дай сюда Смотри Что опять? Что это? А что это? Что это, спрашиваю? Жерар Депарди А кто он такой? Я спрашиваю, что это, а не кто это? Кто он, что его нужно по сто раз на дню протирать? Нет, Айнур, я тебя просто прошу чистить это фото тщательно Со средством для стекла Причем три раза в день Поняла? Поняла? Я их чищу, но обычным способом Я сейчас тебя обычным способом выгоню отсюда Ты хотя бы знаешь, что нас ждет? И что нас ждет, что ты так нервничаешь? Говори, Расим Ну? Что нас ждет? Он к нам едет Кто? Он, Жерар Депардье, заселяется в наш отель на следующей неделе Депардье? Да Это он с тобой говорил? Конечно, вот только что Ты что, издеваешься над нами? Да он шутит Нельзя так издеваться над старым больным человеком Да, она больная Так что перестань В таком случае иди лечись, а я его сам встречу Я и так на лекарствах сижу Поклянись, что не шутишь Так ты же сам видел, как он мне звонил Депардье? Да Успокойся Что, опять? Отдай это мне Иди делами займись И ты тоже Ибрагим Слушаю Разве ты не останешься на обед? Ведь мы специально закололи молодого барашка Сегодня я ем не дома Почему? Лене тоже понравится их дненок Тем более Мы с ней теперь Как бы Подруги Сейчас ничего не мешает нам пообедать дома Всем вместе А ты не подумала Что твоя подруга Иногда хочет пообедать не со всеми А наедине со своим Любовником Я хотела тебе сказать огромное спасибо За то, что ты для меня делаешь Особенно учитывая то, что Вообще ни на что не претендуешь Маша Маша Какое спасибо Ты понимаешь Наша жизнь слишком коротка Такая маленькая Она Поэтому очень важно быть с теми Кого ты любишь Отдавать тем Кого ты любишь Своё сердце Душу Всё, что есть Понимаешь? Да Молодец Что? Ну нет, понимаешь Я только сейчас на самом деле Осознала, какая я идиотка вообще Так жалко, что ты не встретилась со мной раньше На самом деле Я Просто люблю Я догадывался об этом Маша, пойми Любовь иногда соприкасается с болью А я Очень не хочу, чтобы тебе было Когда мне больно Понимаешь? Я буду всё для этого делать Теперь я уже стала умнее И я думаю, что мы всё это с ним исправим Я не знаю сейчас Что мне Ты посоветуешь Как мне себя вести Как мне пойти И что сказать Ты мне на это всё расскажешь Как сделать, да? Слушай Ты о чём? Я Я же Ты подумал, что я люблю тебя Нет, я Ты мне очень дорог Понимаешь? Нет, нет, Маша, всё нормально Тортик порежешь Ладно? Дорогой Ты почему так раздражён? Неужели из-за Фатимы? Мне показалось, что она на нашей стороне Знаешь Фатиме опять на чем плести Ловкий интриг Слушай, я её видела буквально сегодня утром Поверь мне, я знаю женщину Она Простая, как сибирский валенок Я, конечно Не хорошо разбираюсь Сибирский валенок Но Фатима и была плохая жена И Любовница тоже А что она делала Не так? Она не делает такой Безумный поступок Чтобы Зорноват Моя душа Понимаешь? А я Скажи, я волную твою душу? А ты мне Кот в сапогах Бери красный тост Господин Теккер Добро пожаловать Здравствуйте Спасибо Извини, что опоздал Фатима Все выглядит очень аппетитно Спасибо за цветы Я выбирала лучшего ягненка И сама приготовила соус Ты плакала? Нет Все нормально Но ты выглядишь Ненормально Нет Это связано с Ибрагимом? Ибрагим поехал по делам Ты должна радоваться Что у Ибрагима Есть дела Твой долг Помогать ему во всем Ты же это знаешь Ты лучше угощайся А где остальные гости? Ты самый важный гость Спасибо Я очень проголодался Давай я тебе положу Ну, как у нас дела? Я как раз хотел поговорить с вами О наших новых поставщиках Давай попозже поговорим Принеси мне раки Хлеба Свежих овощей Воду Понятно А мясо принести? И мясо тоже неси Тогда вам придется чуть-чуть подождать Мясо привезут через час Значит, ты иди и купи для меня мясо Конечно Сейчас пойду У вас что-то случилось? Да У меня очень интересная ситуация Ты пока едой займись Как скажете Вот и на хренам она эти ландыши, а? Ну, знаешь? На Ой, старая я дура, а Начтала, надеялась Думала, что и на моей улице Будет праздник Да лучше бы я Салема этого и не знала совсем Нет, я не спорю Салем, может, нормальный мужчина Добрый, хороший А то, что он на мне Набросился, как скажи она Так это же он просто так По дурости Наподумавши Ну, я-то ведь тоже Жизнь узжамканная Так что Нету мне веры К турецкому мужику Да и к нашему тоже Нету А если уж Вин на мене рот открыл Рот Понял? Рот на мене открыл То он значит и руку на мене поднимет А если это так все хреново закончится Ну, хрена ж было Зачинать Вот то-то и воно Не Лучше в одной быть Ну, ее Бисом и эту любовь Вон Царюльню свою поднимать буду Не нужна она Доволен? Я понял, что вам сейчас тяжело Пойдемте ко мне, Таисия Я угощу вас шаурмой А почему нет? Пишлы? Я вижу, что ты мужик хороший Женщин любишь, уважаешь, да? Здравствуйте, Ибрагим Здравствуй Я искал вас, чтобы обсудить дела Но если у вас встреча, то, конечно, я подожду Тайкер Не шпион за мной Дела мы обсудим немного позже Я только хотел сказать, что Фатима очень расстроена Она плачет Мне больно видеть это Почему тогда ты не остался ее утешать? Я хочу вас спросить, как мужа моей сестры Почему вы сидите в ресторане с русской женщиной, когда ваша жена так несчастна? Если ты считаешь, что лучше знаешь, что нужно для счастья Фатимы То забирай и увози ее, куда считаешь нужным А сейчас уходи Уходи Ты об этом пожалеешь, бесстыдник И что у нас за проблемы? Да так, хотел деньги, сынок Деньги? Да А я там слышала слово «Фатима» Айнур Как считаешь, куда лучше повесить эту фотографию? Повесь, куда хочешь Как, по-твоему, здесь нормально? Нет, сынок, оттуда упадет Вот, смотри, шатается Посмотри же Но здесь самое видное место Я думаю, когда Жерар приедет, ему понравится, что фотография здесь стоит Перестань издеваться надо мной Ладно, не буду больше Может, туда? Это мой любимый актер, знаешь, что он мне сказал в прошлый раз? Что? Он мне сказал, подойди сюда Иду Не надо подходить, это он мне сказал, подойди сюда А, а я сразу не поняла Ну, это неудивительно Он мне сказал «Расим, ты самый лучший» Так и сказал? Да, так и сказал И когда он тебе это сказал? Как когда? В прошлый раз, когда сюда приезжал Когда фотографию подарил? Да Я рад, что ты хоть это вспомнила Продолжай пить лекарства, лучше я сюда повешу Ты закрыл фотографию Так я же не буду перед ней всегда стоять По-моему, лучше подвинуть Брат, может, встанешь все-таки? Так же нельзя Встань, поешь чего-нибудь Ты плохо выглядишь Ты плохо выглядишь Если Ее чувства ко мне Остыли И она Не хочет быть со мной То я Не хочу Выглядеть хорошо Но ты выглядишь ужасно Я думаю, что это русская женщина С которой ты связался Превратила тебя в свою марионетку Все может быть, Халил А я вообще буду обходить этих русских стороной Они все такие Я ищу себе турчанку Турчанку? Ты знаешь, сколько вокруг турчанок Больше, чем русских Женишь же на одной из них? Но я нигде не найду такую, как челек Так что женюсь на первой попавшейся Челек? Знаешь, Халил Есть одна для тебя И имя у нее похожее Кто она? Кто она? Дилек Халил Халил Дилек Халил Привет Как ты? Что вы тут делаете? Архан С тебя мальчишник перед свадьбой Какой мальчишник? Не говорите глупостей Да ты хотел скрыть от нас такое событие Я ни от кого ничего не скрываю Что ты говоришь? Но мы все равно узнали Приятного аппетита Что ты им сказал? Я же отправил тебя купить мясо А не сплетни разносить Вы сказали, у вас интересная ситуация Я им так объяснил Ладно, иди делами займись Еще раз приятного аппетита И это забери Ну все, пошутили и хватит Вы неправильно поняли все За тебя, Архан Большого тебе счастья в семейной жизни Какого счастья? Никакой семейной жизни не будет Я не женюсь Мы с Ксюшей поссорились Ну тогда поздравляем тебя с тем Что ты не женишься на Ксюше Да-да, а вместо нее женишься на другой женщине На какой другой? У меня нет другой женщины А это русская Из министерства Ты сошел с ума Это очень уважаемая женщина Она так помогла мне с рестораном Как твой поганый язык поворачивается Так говорить о ней Не будь дураком, Архан Ты ей нравишься Ну все, хватит Что вы глупости говорите Пришли выпить, давайте выпьем За тебя, за вас За нас Хорошо, пошла, наливай Мам, привет Доченька, привет, моя хорошая Слушай, да Коль, Коля, Ксюша звонит Мам, привет Привет Слушай, ну давай, говори, когда день свадьбы Мы же должны билеты заказать Мам, свадьбы не будет Почему? Потому что я больше не люблю Арханна И больше не хочу с ним жить Слышишь меня? Ксюша, ну ты что, с ума сошла? Ксюша, ну я же тебе платье купила Мы на чемоданах все Мы же хотим уже ехать к тебе Я не буду выходить замуж Только потому что ты сидишь на чемоданах Я хочу быть счастливой Мам, все, прости меня Я люблю тебя, пока Так, что случилось? Да нет, все Она просто испугалась Она же маленькая Понимаешь, она там маленькая, одна Она растерялась, испугалась Нет, ну конечно, все понятно Что ты будешь делать теперь? Я? Ой, я поеду к ней А что делать? Подожди, как ты? Одна поедешь? Ну я же мать Ну а кто? Кто еще поедет? Так, я поеду И точка Пошли, собираемся Подожди Я еду, все Давайте, переключайтесь Мой сериал не будем сейчас Сейчас досмотрим, чуть-чуть осталось Господи, что вы смотрите-то? Это вообще смотреть нельзя Так, тем более тебе Так, кстати, ты уроки сделала? Я все успею Юль, я с тобой говорю, чего ты успеешь? Опять до часа ночи тебе всталать рано Ну мы же говорили, ну режим надо соблюдать Господи Быстро уроки делать Бы... Ну пожалуйста И выключила Ну что за человек, а? Ну ничего, я сделаю из нее человека Вот увидишь Да что ж по всей квартире ноги-то твои Куда только не вступишь одни ноги, Олег? Я не хотела, что? Юля Леш 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 Привет Спустись, пожалуйста Спустись, говорю Ты меня слышишь? Ты где там? Нас Лена ждет, ты обещал ей отдать картину Неудобно получится, мне придется ей возвращать деньги Леш Пожалуйста, выйди Привет Привет Чего ты орешь? Привет Прости Просто нас ждет Лена Ты обещал ей отдать картину, иначе нам придется платить за люкс Пойдем Пойдем Спасибо Чуть повыше повесь Ты права, а он выше меня, по-моему? Он выше и полнее тебя Сейчас вспомню Жерар, здравствуй Вспоминай, Расим, вспоминай Ну что это такое, а? Ну опять, чем вы занимаетесь? Ну чем вы опять занимаетесь? Почему вы всегда бездельничаете, а? Вот, Лену, мы вешаем портрет Надо его повесить в очень хорошее место Так Лену, вот там Жерар Депардье, да? Да, Жерар Депардье Жерар Депардье Как мне надоел этот портрет Что она натворила? Совсем с ума сошла И хватит кричать А зачем разбили? Затем За ненадобность И кто это будет убирать? Конечно ты С утра заладил Депардье, Депардье Вот он твой Депардье А я что, виноват, что ли? А кто виноват, что ты ее разозлил? Ну все, теперь он точно не приедет Но вот зачем ты с Леной про это заговорил? Зачем ты заговорил про это? Она спросила, я ответил Все, успокойся И что мы будем теперь делать? Я сделаю фотографию еще лучше Как? Сейчас увидим Что я увижу? Я его в интернете найду Депардье в интернете живет? Мне тебя жалко, Альц Секундочку Ага Этот Депардье тебе дороже, чем я Прямо обидно Да вам гестапом работать надо Я не буду жить по вашей указке Девочки, не ссорьтесь Что? Что не ссорьтесь? Да как тут можно не ссориться? Ты посмотри, что она понаписала Что понаписала? Я составила режим А сама всю жизнь по такому режиму жила Нормальный режим? Нормальный? Смотри Это ты считаешь нормальным? Подъем 7-15 Чистить зубы, умываться Ты дальше читай Савтрак Ну? Приход из школы в 3 часа Обед, прогулка 1 час Уроки, алгебра полтора часа Русский 1 час И так каждый предмет Прогулка 1 час Сон в 9-0-0 В 9-0-0 Пап, у меня вообще-то и своя жизнь есть Мне нужно заниматься своими делами Я хочу тут гулять со своими друзьями Наташа, ну ты правда как-то... Знаешь что? Ты привык всю жизнь потакать своей дочери К чему это привело? Так все За морально-физическое здоровье Теперь я отвечаю И Юля будет жить по этому режиму Все Так у меня котлеты Уйди со своими ногами Вот и не буду Вот и не буду Пап, скажи ей Ну, Наталья Владимировна в чем-то права Что? Права? Да Отлично Хотя в принципе чего я ожидала от тебя? От подкаблучника со стажем Спасибо Что, я опять опоздал к обеду? Опять останусь голодным Ты поела? Я очень голодный Прямо умираю с голоду Как всегда Как всегда Как себя чувствуешь? Хорошо Мехмед, я Прошу прощения За свой поступок Я тоже виноват в том Что ты решила свести счеты с жизнью Но уверяю тебя Что нет такого поступка Из-за которого стоит расстаться с жизнью Ты понимаешь это? А ну, улыбнись Я хотела сделать так Из-за одиночества Но потом Увидела в тебе друга Отлично Если мы друзья Почему ты позволяешь мне сидеть голодным? Если не дашь мне поесть То лишишься друга Лишишься, говорю тебе Поторопись Минуточку Прошу тебя, мне плохо Потерпи Так, посмотрим Это, конечно, все очень, конечно, интересно Но Как-то все однообразно Ты не досмотрела до конца Вот А, ну вот Посмотри, какая потрясающая картина Потрясающая? Да? Ну, может быть Ну, это искусство Это настоящее искусство Ну, может быть Это искусство Но только ты, Ксюша, думаешь об искусстве А я думаю об отеле Да, ну, понимаете Я не пишу картины для отеля Вот А я не вешаю в отеле Что ни по поди Ну, показывай, что у тебя там еще есть Ну, показывай, показывай, да Нет, это не готово еще Ну, все равно покажи А вот это Я даже бы сказала Интересно Нет, ребята Я даже более бы сказала Вот эта картина мне нужна Посмотри, Расим Что? Ну, посмотри, какая картина Как раз то, что нам нужно Лен, ну, это Это супер Лен, ну, это супер Нам подойдет Это отлично Лен, ну, это мое Это мой портрет Ты же его не повесишь в гостинице Именно Именно я его Да как? Как? Очень просто В рамочку Посмотри Вот это старый Истамбул Современный Истамбул Просто вот это будет отлично Повторяю, он не готов Мы не отдадим его А давайте так Я вам заплачу за него Ну, если, конечно, вы его закончите сегодня за ночь Я закончила за ночь? Постараюсь По рукам? По рукам Отличненько Так Какая гадость Смотреть стыдно Расим, приготовь, пожалуйста, люкс Иди сюда, мой тигр Че? Мне, конечно, говорили, что так все запущено Я не думал, что настолько Что за пучина-то здесь? Раиса, конечно, фантазерка Но фантазерка, оказывается, не Раиса Слушай, ты че пришел? Опять ему холодильник опустошать? А я уже ужинал В Оскаре В Оскаре? Ты теперь в самом дорогом ресторане ужинаешь? Ну, не только ужинаю, но и обедаю, и завтракаю А деньги откуда? Деньги для меня теперь вообще не проблема Крупнейшая торговая сеть заключила со мной договор Я им рекламу Они мне деньги Причем лопатой Случайно с тонкостроительного заводика у тебя не взывалялся? Ну, все впереди Да, у кого впереди А у некоторых уже позади Ну, а что ж те, у кого там что-то позади Тебе новую мебелишку-то не прикупят, а? А прикупят, знаешь, прикупят Не волнуйся Ну, пока не прикупили Вот тебе на первое время Что ты, не надо, тебе пригодится-то же В Оскаре ужинаешь На Оскаре мне хватит Да Итальянцу привет Вот вам вид, окна? Да, шикарно Шикарно Только Все не то Цвет не тот Облака другие Так, ты мне, пожалуйста, здесь не конюч Ты мне, пожалуйста, прорисуй только вот эти крыши у тебя на полотне Облачка там, да? И все И обязательно сделай так утру, хорошо? Все, пойдем А Ксюша? Что Ксюша? Ксюша, у тебя как раз гениальная, могла бы сказать, прорисована Во всех деталях, во всей красе Ксюша, мне необходимо Понимаешь, полотне нужна цельность Да Нужны все детали Ладно, оставайся Теперь вдохновление Слушай, ну я как-то это, не готова Я не Ксюша, помолчи минут 15, ладно? Хорошо Мне нужна тишина Вы, у вас точно мудрая женщина Вы знаете, какой-нибудь вот способ Которым, ну северная, скажем так, женщина Может соблазнить восточного мужчину Ну так, чтобы Прям вот, чтобы наверняка Есть один способ Но северная женщина Вряд ли с этой справится Турецкая девочка Это, это учит С детства Ну что это, скажите, мне очень надо Это Восточное танце Ни один мужчина Не устоять перед зрелищем Не знаю, это как-то невелика премудрость У нас в России полно этих школ, танцев В России нельзя научить эту У вас на севере холодная кровь Послушайте, у нас может быть холодная кровь, но Горячее сердце Скажите, пожалуйста, может быть вы знаете Ну, от учителя, да, или Педагога какого-то Который мог бы дать мне уроки Знаю Но эта женщина все равно Не приехать в Стамбул А почему? Такая занятая А Такая дорогая, да? А вот так вот Она согласится? Это Хорошее кольцо Ладно Я ее просить Музыка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА